Привет! Новостные сайты взорвались заголовками о том, что президент Украины уволил генерального прокурора и главу СБУ. Я же хочу объяснить, почему это на самом деле не так. Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день не уволил ни генерального прокурора, ни главу СБУ. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам, безусловно, нужно обратиться к тексту указов президента и к тексту Конституции Украины и других законов, которые регулируют этот вопрос. Давайте, собственно говоря, это и сделаем с вами. Итак, первое, что мы видим, это указ президента Украины, который называется «Об отстранении с должности генерального прокурора». Обратите внимание, используется термин «витсторонения», «незвильнения». Почему так произошло? Потому что, если мы посмотрим, например, закон Украины о прокуратуре, то мы увидим, какие же основания для увольнения генерального прокурора есть в законе. А это следующее основание. За властным божанием, да, то есть если генпрокурор подал соответствующее заявление, а он его, как мы понимаем, не подал. В следствии, если есть дисциплинарное производство в отношении генпрокурора, ну, а поскольку никто нам об этом не сообщал, да, скорее всего, нет. И дальше еще одна причина для увольнения прокурора генерального – это наличие задолженности по сплате алиментов на содержание детей. Собственно говоря, вот есть три основания для увольнения генерального прокурора. И, судя по всему, этих оснований ни одного из них на сегодняшний день нет. И генеральный прокурор не уволен. Кстати, справедливости ради нужно сказать, что есть еще способы прекращения полномочий генерального прокурора в случае, если Верховная Рада высказывает ему недоверие, либо же если заканчивается срок пребывания генерального прокурора на должности. Ни того, ни другого не произошло. И, соответственно, уволить генерального прокурора на сегодняшний день получается невозможно. Но возникает вопрос, а на каком же основании президент Украины отстранил тогда генерального прокурора? Есть ли у него полномочия вообще по отстранению генерального прокурора? Давайте разберемся и с этим вопросом. Для этого нам нужно обратиться к закону Украины о правовом режиме военного положения. И, если быть точнее, к части 2 статьи 11, где сказано, что президент Украины в период действия военного положения может принять решение о отстранении занимаемой должности тех должностных лиц, которые он может назначать на должность и увольнять. Обратите внимание, во время военного положения президент получает право на отстранение от должности тех лиц, с которых он может назначать на должность и увольнять с должностью. И, собственно говоря, последний вопрос, который нам осталось выяснить, а может ли президент Украины назначать и увольнять генерального прокурора? А для этого нам нужно посмотреть Конституцию Украины, где в 106 статье прямо указано, что президент Украины назначает на должность и увольняет с должности согласие Верховной Рады генерального прокурора. Соответственно, к какому выводу мы приходим? Чтобы уволить генерального прокурора, президенту Украины, первое, нужно одно из трех оснований для увольнения, то есть заявление по собственному желанию, дисциплинарное производство, либо же наличие задолженности по уплате алиментов на содержание детей. И нужно согласие Верховной Рады. То есть, как мы понимаем, прокурор достаточно сильно защищен от увольнения. Соответственно, если этих оснований нет, то уволить мы уже не можем. И единственное, что мы можем в условиях военного положения, это отстранить от должности. Собственно говоря, что и было написано в указе президента. А теперь перейдем к вопросу с ситуацией вокруг главы СБУ. Она еще более интересна. Итак, когда мы посмотрим указ президента Украины, то мы увидим, что он называется «Про усунення и Баканова від виконання обов'язків головы Службы безпеки Украины». Ключевое слово «усунення» – не увольнение, не отстранение. Украинское – это «звільнення» або «відсторонення». А «усунення» – почему используется совсем другое слово. Если в отношении генпрокурора мы написали, что его «відсторонняємо», то здесь «усуваємо». В самом указе есть указание на то, почему же, собственно говоря, Баканова усунули. И здесь сказано, что в соответствии со статьей 47 дисциплинарного устата Вооруженных сил Украины. И вот здесь давайте обратимся, соответственно, к уставу и посмотрим, а написано ли там вообще про усунення и в каких случаях відбувається це саме усунення. Итак, идем к дисциплинарному статуту, к 47 статье. И смотрим, здесь сказано следующее, что невиконание, неналежное виконание службових обвязков, что привзвело до людских жертв чи інших тяжких наслідков, або створило загрозу на стану таких наслідков, є підставою для усунення такого військовослужбовца від виконания службових обвязков. Друзья, вдумайтесь в то, що здесь написано. Уже для нас даже не ключевой вопрос, чи можна було усунути голову Служби безпеки України. Да, ми вже увидели, що це действительно возможно. Вопрос оснований, неисполнення, або ненадлежащее исполнення службних обвязкових обвязков, які привело до того, що появились человеческі жертви чи інші тяжелі последствії. Ви тільки вдумайтесь в цю формулировку. Це дуже серйозно. Єстественно, в соответстві з дисциплінарним уставом, тепер в відношенній пана Баканова початся службне расследування, і потрібно проверити, а действительно ли були ці основання для його відстрінення. Друзі, о справедливості ради нужно сказати, що в 47-й статті дисциплінарного устава вооруженних сил України є і інші основання для цього самого усунення. І к таким основанням відноситься відказ либо уклінення від обязательного медицинського осмотра, а також появлення на службі в состоянии оп'єнення. Я не знаю, якого із цих основань вообще выбрал президент для відстрінення. Собственно говоря, в самому указі це не отмечено. Але, друзі, надіюсь, що все-таки пан Баканов уклонився від обязательного медицинського осмотра. І іменно це стала причина його відстрінення. Тому що все інші основання, вони дуже печальні. Вовремя військового положення смена глави Служби Безопасности України це безусловно проблема. І це показатель того, що один із тех органів, котрій, собственно говоря, безпецість України должен обеспечивати, исходя із його названня, імеє дуже серйозні проблеми. І смена руководителя тому подтвердження, і безусловно, такі змінення – це то, що ослабляє господарство. І це не в тому плані, що я там критикую деятельність президента в цьому відношенні, що там нельзя менять главу СБУ. Це просто показатель того, що у нас действительно є серйозна проблема в обеспеченні независимості і територіальної цілісності України. І на цьому фоні, звичайно, відстрінення генерального прокурора, звичайно не настільки проблематичним, тому що все-таки генеральний прокурор виконує несколько інших, я би сказав, такі внутрішні функції. Вони не зв'язані з обеспеченням безопасності, независимості, територіальної цілісності України. Друзі, на цьому все. Якщо ви считаєте це видео полезним, поставте ему лайк, поділіться їм, підпишіться на канал. С вами був Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридичних наук. Желаю вам удачі, здоров'я і, конечно же, мира. Пока!